МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Литвый шаг» был предпринят после того, как ПБК показал передачу «Человек и закон», в которой содержались оскорбительные, по мнению литовской стороны, высказывания по поводу событий 13 января 1991 года. Нельзя ретранслировать в Литве российские передачи. За этим должен следить тот, кто ретранслирует, то есть оператор кабельного телевидения», сказал глава ответственной комиссии Литвы Эдмундас Вайтекунас. По его словам, у соответствующей латвийской службы попросят реагировать в рамках их закона. Именно латвийская служба может лишить ПБК лицензии, поскольку канал зарегистрирован в Латвии. Латвийский национальный совет по электронным средствам массовой информации рассмотрит запрос Литвы по делу ПБК в четверг. В ходе продолжающихся на этой неделе политических консультаций с партиями и других переговоров «В среду удалось достичь компромисса по программе видов на жительство», заявил после заседания фракции «Единство» премьер-министр Валдис Домбровский. Он сообщил, что в четверг будет созвано внеочередное заседание Коалиционного совета, чтобы обсудить достигнутые соглашения. На вопрос о том, согласны ли на компромиссный вариант национального объединения, премьер ответил утвердительно, добавив, что в окончательной редакции договоренность будет утверждена на завтрашнем заседании. Как сообщил глава правительства, компромиссное решение предусматривает ограничение на выдачу видов на жительство до 700 сделок на сумму более 150 тысяч евро и еще 100 сделок в год на сумму свыше полумиллиона евро. В 2015 году количество сделок будет сокращено на 175, а в 2016 году программа будет пересмотрена и принято решение о ее дальнейшей судьбе. По словам премьера, рассматривать альтернативные модели правительственной коалиции нужно только в том случае, если возникнут проблемы с принятием бюджета. А сейчас переговоры с парламентскими фракциями продолжаются, и они достаточно успешны. Неформальные переговоры у нас происходят практически каждый день, и консультации продолжаются. И, как я считаю, мы достаточно близки к достижению позитивного результата. Разумеется, это необходимо обсудить во фракциях и продолжать двигаться дальше. Независимые депутаты, с которыми в среду встречался премьер, тоже считают, что правительство должно продолжать работу в прежнем составе и доработать до выборов 11-й САИМ. Об этом заявил после встречи с Домбровскисом лидер внефракционных депутатов Клавс Олштейнс. Что касается видов на жительство, то, по его словам, нынешняя модель эта программа адекватна и экономически выгодна. Что касается нашего отношения к видам на жительство, мы считаем, что они служат экономическим стимулом. Если мы почитаем тех людей, которые уехали из Латвии, то их примерно 200 тысяч. Нетрудно вычислить, что если бы они вернулись и смогли платить налоги, то это все равно оказалось бы меньшей суммой, чем те 300 миллионов латов, которые получены от видов на жительство. Поэтому выгода от инвестиций иностранцев сегодня очевидна. В среду на переговорах с премьер-министром Валдесом Домбровским в Союзе Зеленых и Кристиан выступил с предложением возобновить с Латвийским Союзом самоуправления переговоры по бюджету 2014 года. Эти предложения должен проанализировать Минфин. Однако соглашение с самоуправлениями в интересах всех сторон, сказал премьер. В случае необходимости политические консультации с СЗК будут продолжены. В то же время возможность расширения коалиции за счет Союза зеленых и Кристиан в данный момент, по словам премьера, не обсуждается. Самоуправление Риги и Сигуды провели первые успешные переговоры об условиях проезда в общественном транспорте. После переговоров мэр Риги Нилшаков сообщил, что между двумя самоуправлениями сейчас идут технические и юридические консультации по реализации этой идеи. Льготы будут предусматриваться как для жителей Сигудского края при проезде в рижском общественном транспорте, так и для рижан, посещающих Сигуду. Ушаков дал понять, что надеются на успешные переговоры и с другими самоуправлениями, находящимися поблизости от Риги. Тем временем глава самоуправления Икшкила Индулис Трапинш высмеял идею министра охраны среды регионального развития Дмонда Спручса, который уйдет в отставку с 1 декабря. Напомню, министр предлагает самоуправлению в окрестностях Риги выплачивать компенсации транспортных расходов тем своим жителям, которые работают в столице и с 1 января будут платить за общественный транспорт вдвое дороже. Как Трапинш рассказал в интервью радиостанции «Болтком», у Думы Икшкила каждый сантим на счету. Министр Эдмунд Спруч тот еще кадр с оригинальными идеями. Компенсировать-то мы можем, только вот вопрос, запросит ли Спруч дополнительное финансирование для самоуправлений, а наш бюджет расписан до последнего сантима. Напомню, с 1 января для рижан общественный транспорт будет стоить 60 евроцентов, а тех, кто не задекларирован в Риге – 1 евро 20 евроцентов. Рига предложила не рижанам задекларироваться в столице, либо на уровне самоуправления договориться о компенсациях. Меры, предпринятые Россией против Литвы – вызов для всего ЕС, который обязан на них отреагировать. Об этом заявили депутаты Европарламента. Как заявил с трибуны Европарламента депутат группы консервативных и реформистов Роберт Зила, что подумает остальной мир, если ЕС не защитит свое председательствующее государство. В свою очередь, мэр Венспелс Айвер Лэмбек считает, что Латвии тоже следовало бы проверить качество литовских молочных продуктов и их соответствовать допустимым нормам, а не политизировать этот вопрос и говорить о политическом давлении России на Литву. И, как выясняется, в Латвии начались усиленные проверки литовской продукции. Это радиоболтком подтвердил глава продовольственной ветеринарной службы Марис Балладес. Ну а поскольку ввоз в России литовской молочной продукции на время приостановлен, возможно, на латвийских прилавках этих продуктов станет больше, и не исключено, что это может сказаться и на снижение цен на молочные продукты. Рижский окружной суд в среду 9 октября полностью отклонил иск лидера партии «За родной язык» Владимира Линдермана против экс-президента Варя Вити Фрейберге об оскорблении чести и достоинства, а также компенсации за моральный ущерб в размере 5000 латов. Как сообщил адвокат Вити Фрейберге Ремуаль Тванцович, суд уже подготовил полный текст решения, которое в течение 30 дней можно обжаловать в касационном порядке в Сенате Верховного Суда. Адвокат заявил, что удовлетворен справедливым и мотивированным решением. Со своей стороны представитель Линдермана Иларион Гирс указал, что, цитируя, в гитлеровском суде трудно победить, и решение можно было предвидеть. Он слушал решение суда Сиди, так как считает, что уважение нужно заслужить, а окружный суд его не заслуживает. Общество геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров «Мозаика» разрабатывает предложение к уголовному закону, направленное на особую защиту некоторых групп населения. Проект финансирует латвийское государство, европейский финансовый инструмент, экономическая зона, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Общие затраты составят более 43 тысяч латов. Как заявил представитель «Мозаики» Касперс Залетес, сторонники организации сталкиваются с враждой и дискриминацией. Однако латвийские законы не предусматривают наказание за враждебное отношение к геям, лесбиянкам, бисексуалам и трансгендерам. «Мозаика» сообщает, что предложения по уголовному закону будут касаться не только секс-меньшинств, но и других незащищенных групп населения, например, инвалидов. Проект поправок, который будет готовиться в течение года, будет передан на рассмотрение в парламент. Министр образования и науки Вячеслав Домбровский в среду 9 октября провел урок по культурологии в Рижской литовской школе. Министр познакомился также с руководством и преподавателями учебного заведения. Как уже сообщалось в рамках акции «Миссия. Возможно» в этом году 30 известных в Латвии людей проведут уроки в школах. Цель проекта «Миссия. Возможно» – привлечь в школы талантливую молодежь, выпускников вузов и молодых профессионалов с задатками лидеров. Это образовательная программа, организаторы которой считают, что качественное образование невозможно без хороших учителей. На сегодняшний день в 70 школах Латвии уже работает 91 молодой учитель, участник акции «Миссия. Возможно». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова